Спорт на свежем воздухе во время зимних каникул. Что может быть полезнее для здоровья и бодрости духа? Именно так активно и продуктивно провели праздничные дни щелковские любители футбола. 16 любительских футбольных команд принимали участие в новогоднем футбольном турнире 8 на 8. 10 лет подряд соревнования проходят на стадионе «Спартак» универсального спорткомплекса Подмосковья. По традиции организуют их комитет по физкультуре, спорту и работе с молодежью администрации округа и любительская футбольная лига. У нас 66 команд участвуют в мужском первенстве по мини-футболу. Одновременно проходит и кубок. Все новогодние праздники у нас играли и ветеранский турнир проходил 40+, 50+. Организовался турнир у нас ветеранский 60+. И этого, как оказывается, мало зимой. Сегодня у нас проходил ежегодный финал новогоднего кубка. В финале сразились два лидера, преодолевшие тернистый путь из трех промежуточных матчей. Команды «Стелса» и «Крылья Советов». Оба не первый год участвуют в турнире, да и в целом активно развиваются в любительской футбольной лиге. В целом уровень, конечно, растет. И вот финалисты, и там, и там очень сильные игроки играли. Такие сборные, две сборные нашей лиги, по сути, были собраны. Поэтому можно сказать, что в каком смысле растет, и конкуренция в нем тоже повысилась. Матч между командами, вышедшими в финал, выдался напряженным. Забивать у обеих не получалось довольно долго, хотя голевых моментов хватало. Видимо, небольшая праздничная расслабленность все же сказалась. Но праздники праздниками, а победить обязательно кто-то должен. Серия пенальти решила судьбу матча, да и в целом турнира. Кубок достался «Крыльям Советов». Сегодня какие ощущения от игры? Ну, волнительно, волнительно. Надеялись на… Конечно. Ну, состав у нас хороший. В этом году подобрался. Обычно вылетали всегда в полуфинале. Наконец-то преодолели эту стадию и победили. Лилия Тимеева, Игорь Поляков, Щелковское телевидение. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...